Приветствую друзья! После значительного успеха целой серии планарных наушников под общим названием PR1 компания Knowledge Zenith приняла сразу два удачных решения. Во-первых, пошла на коллаборацию с известным блогером HBB, а во-вторых решилась на еще большее удешевление конструкции. То есть в новеньких PR2 мы получаем объективно лучшую настройку за куда меньшие деньги. Драйвер, насколько я понимаю, оставили тот же самый планар диаметром 13,2 мм. О них сегодня подробно и поговорим. Поехали! Пришли наушники в знакомой всем коробке с изображением наушников в цвете, указанием участия в проекте блогера HBB и, как обычно, полным перечнем технических характеристик модели. Из важного отмечу довольно низкий импеданс в 15 Ом и с тот же низкую чувствительность, равную 94 дБ. В комплекте идет инструкция, пара пенок и набор силиконовых амбушюр. Да, те самые черные с насечками. Кабель такой мы уже видели многократно. Это обычная полупрозрачная лапша с возмутительно высоким сопротивлением и L-образным штекером на 3,5 мм. Ни первое, ни тем более второе данным наушникам не подходит. Лично я заменил кабель на недорог аналог ТРНТН с балансным штекером 4,4 мм. Последнее крайне важно, так как планарным наушникам всегда критически необходима высокая мощность источника. Чашечки у них сильно напоминают серию моделей PR1. Открытая с внешней стороны конструкция и полностью прозрачная внутренняя часть. Сквозь которую, кстати, прекрасно виден массив магнитов. Тут же находятся отверстия для компенсации, пластиковый звуковод и система вентиляции на торце. По толщине они не сказать, что маленькие, но сидят уверенно, смотрятся гармонично, да и звукоизоляция здесь прекрасная. Окружающие звуки совершенно не слышны, да и наружу звук практически не просачивается. Есть поветрие, что только версия с сеточкой сделана в соавторстве с HBB и у них значительно отличается АЧХ. Так вот, у меня модель без сеточки, HBB везде указан, а с их АЧХ вы можете познакомиться чуть позже. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие ровно один процент, что неплохо. Фаза ведет себя корректно. Затухания на 30 и 60 дБ составляют где-то 80 и 98 миллисекунд с незначительными возмущениями по краям диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с пологим таким заходом на середину. Аналогично амплитуды выделения области разборчивости. Немного ослабленный пик на 5 килогерц. Яму с центром на 6,6 килогерца и пик усиления резкости звучания. Далее идет целая цепь убывающих акцентов на 10, 12,5 и 17 килогерц. То есть высокие нам хотя и ослабили, но на приличном уровне довели до границ человеческого слуха. Как видите, пик на 8 килогерц в моем графике присутствовал. Однако если заменить насадки на КБР-07, то он мгновенно исчезнет. Так что данный момент можно редактировать не только встроенной в корпус сеточкой, но и банальным перебором амбушюр. Против КЗ ПР-1 ПР у нас меньше среднего баса, но значительно лучше на самом верху. То есть прогресс здесь очевиден. По своему характеру ПР-2 мне показались даже интереснее профессиональной версии ПР-1. Но с заявлением того самого блогера HBB, что модель может потягаться с лучшими планарными решениями на рынке, я категорически не согласен. Он призывал сравнить и убедиться. Вот я сравнил со своими планарными фаворитами Хук Икс второго поколения и убедился, что в Рабдго не зря за свою модель просят больше денег. Да, ноу лишь Зенит очередной раз смогли превзойти самих себя, но тягаться с серьезными конкурентами они пока еще не в силах. Хук Икс в сравнении гораздо легче на раскачку, звучат естественнее и заметно лучше в плане выразительности, мелодичности и передачи эмоциональной составляющей трека. КЗПР-2 после них кажутся нейтральнее, сдержаннее и в эмоциональном смысле тяжелее. Разрешение тоже чуть выше у Рабдго, зато в плане акустической массы ПР-2 оказываются чуть впереди. Думаю, тут дело в меньших отверстиях на внешней части наушников. До Тэнк Зуву второй редакции им конечно очень далеко, но ПР-2 и не такие воздушные и прозрачные как Хук Икс. С точки зрения техничности разделения и отработки атак и затуханий Хук Икс тоже лидирует. Как собственно и в раскрытии сцены, где в случае Рабдго мы имеем практически интуитивно понятное ощущение пространства и инструментов в нем. КЗПР-2 нас так сильно не балует. Все тембры хотя и легко читаются, но протяженность в глубину можно сказать зачаточная. Понятно, что негоже в данном ценовом сегменте так привередничать, но заявление об уровне было, так что я исключительно подбиваю факты. Да, ПР-2 весьма неплохие планары, однако звучат они в пределах своего диапазона. Вообще же говоря, почерк у модели узнаваемо планарный. С динамиком или арматурой их точно не перепутаете. Бас чистый, текстурный, но в глубину он особо не уходит. А серединка слегка холодная, в достаточной степени выразительная и мелодичная. Конечно, не чита Рабдго или Тенгзу, но все-таки. С высокими, что радует, никаких проблем у меня не было. Они неплохо так ощущаются в треке, но на передний план не лезут, никак не подсвечиваются и нигде не ярчат и не песочат. Естественным назвать такое звучание у меня, конечно, язык не повернется, но те, кто считает нейтральный окрас более честным, останутся довольны. Есть в том что-то особенное, что роднит данный звук с некоторыми живыми записями. Тут, друзья, спорить не буду. С PR1 Pro лицом к лицу сравнить не могу, однако, насколько помню, звук там гораздо сочнее, эмоциональнее и, так сказать, более цепляющий. PR2 в плане подачи все-таки ближе к изначальным PR1, где баланс был смещен в сторону мониторности и чуть сухой сдержанной экспрессии. Следовательно, герои обзора не про, как говорится, ноги в пляс, а про то самое вдумчивое вслушивание. В плане стилистики они без сомнения универсальны. Согласен, это не динамика с их почти тактильным ощущением звука и не арматура с ее потрясающей текстурностью, но что-то среднее между ними. Если такая подача вам по душе, то за исключением чего-то акустически сложного и академического, зайдет почти все. Я, по крайней мере, получил массу удовольствия, по-иному взглянув на все последние релизы. Ну и куда деться от сравнения героев обзора с Duna Talos? Звучат они примерно на одном уровне, вот по цене между ними пропасть. Также напомню, что планарным наушникам нужно прямо много мощности, отчего аналоговый выход вашего компьютера, планшета или смартфона не справится от слова совсем. Понадобится какой-нибудь мобильный ЦАП или же плеер. Итогом, планарные наушники KZ PR2 очень достойно выглядят и удобно сидят, но кабель сразу под замену, как и, возможно, амбушюры. Лично я менял и то, и другое, чтобы, так сказать, раскрыть модель на максимум. По подаче PR2 имеют нейтральный такой окрас с достаточным уровнем добавочной массы, очень неплохим разрешением и просто шикарной настройкой. Это, конечно, вопреки заявлениям HBB далеко не топ, но как за свои деньги звук крайне приличный. Тем, кто жаждет попробовать планары, очень рекомендую именно эту модель. Она хорошо сбалансирована и во всех аспектах корректна. Да я и сам мог бы на ней остановиться. Не такие веселые, как PR1 Pro, но и не такой сухарь, как PR1 Hi-Fi. Золотая, как говорится, середина, можно брать. А на этом у меня все. Это были наушники KZ PR2. Всем добра подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграмме. Всем, друзья, добра. Продолжение следует...